всем привет и добро пожаловать обратно в крипто вселенную сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать индекс страха и жадности мне нравится делать обзор на индекс страха и жадности примерно каждый месяц мне кажется что это дает хороший взгляд на внутреннее устройство крипто вселенной если вы не знакомы с индексом страха и жадности он исходит из этого сайта я оставлю ссылку в описании но по сути что он показывает это говорит вам как испуган рынок или как много в нем жадности на данный момент и сегодня в рынке довольно много страха индекс на 30 вчера было 28 на прошлой неделе 31 в прошлом месяце было 74 так что было довольно много волатильности в этом индексе и опять же индекс складывается из многих различных вещей включая волатильность импульс социальные сети мы тоже много это обозреваем социальный риск опросы доминация и тренды он использует много различных вещей совмещает их все вместе взвешено конечно по этим категориям и создает индекс страха и жадности и одна из вещей которые я говорил и вы вероятно слышали как я это говорю больше раз чем вы хотели бы и это то как этот год был похож на 19 и одна из вещей которые меня спрашивают многие люди это похоже ли это на 21 похоже ли то что мы только что видели на 21 год и мой ответ нет и я говорил это много раз мой ответ на это нет это не похоже движение на то которое было в 21 и одна из причин в том что если вы посмотрите на социальный риск в 2021 социальный риск был довольно высоко и ему также сопутствовало печатание денег и розничные инвесторы и здесь когда было много социального интереса в пространстве очевидно биткойн ушел по параболе но ранее в цикле в тот же год когда у нас был срез ставок у биткойна было еще одно ралли вот тут где социальный риск поднялся только на 0 304 плюс минус туда где он был в 2024 вот почему я думаю что имеет больше смысла сравнивать это с тем что произошло в 2019 что поразительно и я на самом деле говорил об этом вроде как в тот день когда это произошло если вы посмотрите на индекс страха и жадности и посмотрите только на то когда он ушел на 92-100 и посмотрите что происходило в 20 21 было несколько дней когда была невероятная жадность но я сказал тогда что я не думаю что мы повторяем то что произошло в конце 20 начале 21 потому что это было больше похоже на то что произошло в 2019 и это ралли биткойна примерно 350 процентов плюс минус как сейчас и вы видите что таким же образом есть один или два дня в этих роли которые дошли до невероятной жадности и это не совпадение очень похожее развитие событий если вы посмотрите на 80-90 это для меня выглядит очень похоже на то что мы видели вот здесь в 2019 тогда вы могли бы попытаться сказать что это было похоже на август 2020 многие пытались говорить об этом поскольку это относится к альткоином и их предсказаниям мальт сезона но спустя время через полгода вы видите что это отыграло больше похоже на 2019 где у вас была невероятная жадность и потом каждый ралли после этого по крайней мере в течение полугода давала уменьшенные максимумы и то же самое было в 19 и сейчас мы видим как это отыгрывает в двадцать четвертом одна из вещей которые мы также упоминали тогда если вы вернетесь и посмотрите видео которое было полгода назад я сказал что как только вы добираетесь до 90-100 на уровне жадности вы обычно спускаетесь на более низкие уровни в не таком далеком будущем вы также можете увидеть что мы спустились под уровень 20 вот здесь всего пару недель назад и если вы вернетесь к девятнадцатому вы увидите что это также происходило на этих фитилях вниз до консолидации которая длилась какое-то время и установки еще одного уменьшенного минимума это действительно очень похоже и это было очень похоже в течение довольно длительного времени вот этот потом который мы видели и мне кажется что индекс страха и жадности добавляет к этому что я также думаю очень полезно это посмотреть на сырые значения и вы видите как это сильно отличается от 20 21 и как похоже это было на то что было в девятнадцатом где у вас был всплеск наверх в самые высокие уровни индекса 90-100 и потом медленно мы спускаемся обратно вниз где мы спускаемся вот сюда в район 10-20 и там просто мы висим какое-то время не означает что мы не увидим отскоков конечно же мы видим отскоки когда цена растет но потребовалось время больше чем полгода чтобы индекс начал устойчиво расти наверх и я просто хотел выйти и сказать что это кое-что о чем мы говорили очень много и говорили о сравнении с девятнадцатым уже похоже вечность и очень много данных продолжаем поддерживать эту теорию будь то индекс страха и жадности или социальный риск или обесценивание пара альткоинов к биткоину и то как это относится к доминации биткоина и также срез ставок мы скорее всего видим как федрезерв срежет ставки в сентябре в девятнадцатом они срезали в июле так что это действительно дает больше доказательства позже признаков того что это больше похоже на 19 опять же как я говорил ранее эти вещи могут развиваться 6-9 месяцев и прошло уже пять мы продолжим проводить сравнение и посмотрим продолжит ли развиваться этот паттерн потому что пока что он развивался все движение 19 повторяется вот здесь в 2024 и сейчас наверное многие из вас думают будет ли у нас что-то такое что было в 2020 это возможно это зависит от того будет ли у нас мягкая или жесткая посадка но мы проводим сравнение с 19 и я говорил только о 19 то что произошло в 2020 это другое сравнение это другое обсуждение и это будет зависеть от того устроит ли федрезерв мягкую посадку или жесткую в 2019 можно сказать что они сделали мягкую посадку у нас развернулась кривая доходности у нас был средств отставок рынки начали расти и потом пандемии пришла и очевидно привела к более жесткой посадки мне очень нравится индекс страха и жадности и одна из вещей которые ранее также упоминал это то что возможно стоит применить скользящую среднюю например 30 дневную экспоненциальную и причина в том что это может помочь лучше распознать вместо того чтобы смотреть на фитили помните волатильность довольно высока прошлый месяц было жадно 74 почти экстремальная и сегодня 30 если смотреть на это вот так вы можете видеть что индекс страха и жадности нашел пик вот здесь в марте не сильно выше чем пик в 2019 это больше похоже на 19 чем то что мы видели в 2021 там мы ушли гораздо выше потому что он сохранял экстремальную жадность гораздо дольше и сейчас мы знаем что индекс на 30 а мувинг на 38 и 79 и так что это скорее всего продолжат падать в краткосроке пока индекс не начнет расти очень похожий паттерн продолжает отыгрываться помните исторически когда вы и я говорил это в марте и хотелось бы чтобы больше людей к этому прислушались тогда особенно что касается альткоинов потому что если вы услышали это тогда особенно когда пробивалась золото а доминация из детей касалась линии тренда вероятно это помогло бы вам сохранить прибыли которые у вас были если вы были в рынке альткоинов по ним довольно сильно ударило и так может быть на будущее на будущий цикл если вы в среде с высокими ставками и количественным ужесточением и индекс поднимается выше 90 это может быть максимум который можно получить пока не появится более мягкая денежная политика потому что теперь у вас есть два цикла где это было ужесточение ужесточение высокие ставки высокие ставки ралли на 300 400 процентов девятнадцатом то же самое здесь так что я думаю что это поразительно как история склонна повторять себя даже учитывая что легко убедить себя что это не так оглядываясь назад вы говорите что это как бы было тем же самым если подумать